Приветствую вас, и если кроме вашей жены в сексе у вас никого не было, больше не было никаких партнеров, больше, то вы безусловно привыкли к своей супруге, и с другой женщины чувствуете себя, естественно, не совсем комфортно. Для разрешения этой проблемы, если такая проблема существует, я думаю, вам нужно обратиться к супругу, то есть к специальству, который обладает необходимыми познаниями в сексологии, чтобы он вам помог. Что же касается аспекта не сексуального, то есть непосредственно того, что относится к сексу, то можно носить, можно назвать следующую причину, что вы отношения супруга, несмотря на фактический развод, до сих пор не отпустили. То есть вы во время пребываете с ней в отношениях еще. И вот для того, чтобы вам освободиться от того, что вас держат, нужно проработать отношения с супругой. Почему развелись? Кто виноват? Какие обиды остались? Какие мысли у вас остались? Считаете ли вы себя виноватым в том, что произошло? Если да, то почему? И скорее всего ваша жена не хочет с вами общаться, а если общаться, то вы будете обсуждать сейчас проблемы, связанные с вашим разбором. Там это время не проснулся, я понял, прилично. Поэтому необходимо именно специалистам, которого вы можете выбрать на сайте у нас, если появится желание проработать вот эти самые ваши отношения с супругой. Для того, чтобы лучше понять причину, почему так все произошло, почему случилось сразу, да. И во-первых, мне повторять таких ошибок в будущем, что очень важно. И во-вторых, чтобы для себя лично сделать определенные выводы, которые помогли бы вам лучше понять ситуацию, связанную с вашей супругой, лучше осознать ее. И, соответственно, для себя все разложить по полочкам так, чтобы оставить в прошлом свои отношения с бывшей женой, потому что, ну, потому что все меняется, все проходит. Отношения, они заканчиваются на сайте, другие. Такова жизнь. И тот факт, что у вас не сложились отношения с супругой, и тот факт, что дело кончилось с разбором, говорит о том, что, ну, все-таки, наверное, вы друг другу не подходили. Либо подходили, но чувства были разные. То есть, что ты больше меньше любил своего партнера, и из-за этого возникали проблемы. Кроме того, отдельно хочется сказать о том, что вы можете обвинять себя, обвинять себя в том, что произошло. То есть, вы можете рассматривать расход, как удар по собственному женолюбию, удар по гордости, удар по самооценке и так далее. То есть, вы потеряли женщину, которую убили, на которой женились, и с которой у вас были какие-то планы. Вот, освободение от чувства вины, если оно есть, является также важным элементом, важным аспектом для того, чтобы все-таки жить дальше, чтобы накладываться жизнью дальше и строить отношения. То есть, что это вам нужно сделать сейчас? Заработать отношения с супругой и оставить их в прошлом. Перестать, сравнивать женщин с вашей женой, если это происходит. Проработать свои обиды на супругу, если такое есть, и осознать, осмыслить проблемы, которые были у вас в отношениях с супругой, дабы они не поставились у нас. Потому что вы, возможно, боитесь того, что все проблемы, которые у вас с женой были, проявятся и с другой женщиной. Чтобы этого не было, надо понимать причины этих проблем. И в корне, изначально, не допускать их, не то, что возникновения, а даже появления предпосылок не допускать. Вот, примерно так вам и предстоит устраивать свою деятельность по решению своей проблемы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучше. Ну пожалуйста, буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго.